Всем привет! Сейчас у нас будет довольно-таки краткое введение в WebSocket. Переключайтесь на ветку лекция 0.8, заходите в папку лекция 0.8. И сначала у нас просто будет краткое введение в технологию, потом будет небольшая практика. Так, вспомним общую архитектуру нашей игры. У нас есть клиент, который написан на JavaScript HTML5. У нас есть сервис матчмейкер и сервис геймсервер. На самом деле это будет один сервер, сервис, но это неважно. Самое главное, что наш клиент будет общаться с нашим геймсервером, с матчмейкером по протоколу, как мы здесь видим, WebSocket. Привет! Вот это мы с вами реализовывали общение клиента с матчмейкером через HTTP, но на самом деле, как мы с вами знаем, не всегда это хорошее решение — общаться через HTTP. Почему это так и что это за протокол такой в WebSocket? Сейчас поговорим. Во-первых, использовать HTTP, я думаю, что это очевидно, использовать HTTP для общения в приложениях, которые шлют постоянно много данных с клиента на сервер, сервера на клиент, неудобно. Почему? Ну, во-первых, как мы с вами вспомним, HTTP — это такой протокол, у которого есть клиент, как инициатор подключения, да? У нас есть сервер, как тот, кто ему отвечает. И у нас нет никакого механизма ответить обратно. Сервер не может послать пуш-уведомления на клиент. Нет. Ну, в протоколе HTTP версия 2 такая возможность отчасти есть, но все равно этот протокол придуман не для этого. Ладно, следующее. Что еще у нас не подходит в протоколе HTTP для нас? Ну, как вы знаете, каждый раз, когда мы делаем HTTP-запрос, на самом деле, скорее всего, там на более нижнем уровне у нас создается некое новое TCP-соединение. Это дополнительные накладные расходы, у нас на рукопожатие. Более того, у нас HTTP — это текстовый протокол, если HTTP 1.1, опять же. И в нем большое количество метаданных. Там есть хедеры, есть обязательные, необязательные. Но суть в том, что это текстовый протокол с большим количеством метаданных. И это тоже влияет на производительность. Если мы с вами хотим, например, каждые несколько миллисекунд, например, посылать данные клиента на сервер о том, что наш игрок сдвинулся, то получается, что каждый миллисекунд придется сделать вот такое подключение. Это просто плохо с точки зрения производительности. Хорошо, HTTP нам не подходит. Какие у нас есть альтернативы? Собственно, протокол WebSocket. То есть, опять же, WebSocket — это протокол. Что за протокол? Это клиент-серверный протокол. В том же смысле, что HTTP — клиент-серверный протокол. У нас есть клиент, который инициирует подключение к серверу. Чем он отличается от HTTP? Это, что называется, full-duples протокол. То есть, данные можно посылать из клиента на сервер, из сервера на клиент. Следующее. Это протокол тоже при кейшном уровне, как и HTTP. Выскорый уровень протокол. Следующее довольно важное для производительности — это, что, скорее всего, он будет работать поверх одного TCP-соединения. То есть, вы установили соединение, и оно не будет разорвано до тех пор, пока вы не сделаете это сами. Ну, или там сеть нарушится, например. Вы не будете тратить большое количество сети для того, чтобы вы пересылаете метод данных для подключения. Ладно. Собственно, как общаться по этому протоколу, тогда посмотрим дальше. Ну, вот у него есть такая вот HTTP, такая вот метка протокола. WSS. WSS — это, соответственно, secure версия, безопасная версия. Так, если мы посмотрим на историю этого протокола, то, на самом деле, он появился, в принципе, довольно недавно. В 2011 году он был только стандартизирован. Он сейчас поддерживается большинством современных браузеров, если мы говорим про браузеры. Конечно, есть гигантское количество библиотек, которые его реализуют для общения просто разных приложений. Но если мы говорим про браузеры, то он есть почти во всех современных браузерах. Но на самом деле не во всех. И, например, если у клиента есть какая-то старая версия, то он может не поддерживаться, в принципе. Поэтому есть некоторые обходные пути, как поддерживать WebSocket в таких системах. Мы про это поговорим чуть дальше. Так, про это мы уже поговорили. Да, WebSocket — это протокол application уровня. И, как обычно, он работает поверх модели TCP-IP. Мы можем выбирать, когда мы общаемся по протоколу TCP-IP, как мы будем общаться. Бинарным протоколом или текстовым протоколом. Понятно, что бинарный более эффективный. Поставить мы будем только чистые данные. По установке соединения будут только чистые данные. Значит, если мы посмотрим, как устанавливается это соединение, то есть такая особенность у протокола WebSocket, потому что он так адаптирован, так скажем, для работы в браузерах, что на самом деле он инициализируется как HTTP-запрос. То есть сначала происходит некий HTTP-запрос типа upgrade, HTTP-upgrade. После этого устанавливается full-duplex соединение, и мы уже работаем по протоколу WebSocket. Вот так это примерно выглядит. Значит, та библиотека, которую мы с вами будем использовать для работы с WebSocket-ами, включена в проект Spring. Давайте посмотрим на нее. Значит, подключается она, как обычно, в Build.Gradle. И здесь у нас добавилась библиотека Spring Boot Starter WebSocket. Это все, что нам нужно подключить, чтобы работать с ней. Дальше. Собственно, какой интерфейс у этой библиотеки? Он, в принципе, довольно простой. Вообще, есть довольно много нюансов того, как использовать эту библиотеку правильно. Ну, то есть, если вы подумаете, то часто бывает такое, что ваше приложение, например, работает на мобилках. И чем особенны мобильные приложения? Это тем, что соединение у них нестабильно. Правильно? Так, давайте сейчас посмотрим на пример того, как работает библиотека WebSocket. У нас есть пример, который находится в RU Atom Lecture 0.8 WebSocket. И у нас есть пример посложнее и попроще. Сначала посмотрим попроще. У нас есть event-сервер. Это обычный Spring Boot приложение. Там есть точка входа. Есть event-хендлер. Это примерно то же самое, что в библиотеке для работы с HTTP будет контроллером. То есть, это то место, в котором описаны коллбеки, которые вызываются, когда мы обрабатываем WebSocket соединения. То есть, как написать такой хендлер? Мы это сделали так. Мы наследовались от класса WebSocket Handler, конкретно от TextWebSocket Handler, потому что мы хотим обрабатывать текстовые сообщения, а не бинарные. Хотя могли выбрать и то, тоже. И мы переопределили такие методы. AfterConnection Established. То есть, на этот метод вызывается, когда у нас возникло соединение по WebSocket. AfterConnection Closed. Когда оно закрылось, по любой причине. Или его закрыл клиент, или его закрыл… Или оно само закрылось, потому что сеть пропала. И Handler TextMessage, собственно, то сообщение, принято тот метод, который вызывается, когда мы обрабатываем какое-то новое сообщение. То есть, например, у нас есть игровой сервер, есть игровой клиент. Игровой клиент шлет нам что-то через WebSocket. И каждый раз, когда он шлет сообщение, вызывается вот этот метод. Так. И у нас есть клиент для этого сервиса. EvenClient. Мы с вами не будем в курсе писать в WebSocket клиентов, но если хотите посмотреть, как он работает, то посмотрите сюда. Собственно, я уже поднял сервер. Нет, еще не поднял. Давайте поднимем его. Собственно, вопрос. На каком порту и на каком URL он слушает? Ответ. На каком порту он слушает? Указано, как обычно, в Application Properties. На порту 8090. Порт 8090. На каком URL? Это определено в файле в некотором классе с конфигурацией. Называется WebSocket Configuration. На URL Events. Хорошо. Собственно, наш клиент идет на этот URL, устанавливает соединение, шлет одно сообщение Hello и выходит. Давайте посмотрим, как все это сработает. Клиент запустился, послал сообщение и вышел. Что произошло на сервере? Мы получили сообщение Hello. Почему мы его получили? Почему мы это вывели? Потому что у нас в Handler в методе handleTextMessage указано именно это. Вывести сообщение, которое нам послали. Вот, в принципе, и все. То есть, если мы не будем думать о разных сложных случаях, например, WebSocket соединение может случайно разорваться, у нас могут разорваться лежащие под NTCP соединения, например, если мы для мобилок разрабатываем что-нибудь. Если эти случаи не учитывать, то это, в принципе, все, что мы хотим использовать от этой библиотеки. Опять же, какие есть особенности этого протокола? Во-первых, вы можете встать бинарные данные текстов, да. Следующее. Следующее зависит от конкретной библиотеки, которую вы используете. Но, в общем, у вас эта библиотека может накладывать по умолчанию какие-то ограничения на те сообщения, которые вы посылаете. Например, ограничение на его длину или ограничение на время поддержания сессии. То есть, например, у вас есть клиент игры, да, есть сервер нашей игры. Клиент подключился к серверу, устанавливается соединение, и оно будет сколько-то жить. Если очень долго по нему не ставились сообщения, то оно будет прервано. Все это, конечно, настраивается. То есть, как конкретно настраивается, ну, погуглите. Так, дальше. Есть несколько инструментов, с помощью которых удобно смотреть, что за сообщения у нас шутся по WebSocket. То есть, чем был хороший HTTP, тем, что мы всегда могли сделать простой запрос с помощью URL или с помощью браузера и увидеть, что происходит. С WebSocket уже не так просто, но все равно есть утилиты, которые позволяют это делать довольно-таки прозрачно. Например, TCP-дамп. или Wireshark. Wireshark тоже подойдет. Так, небольшое отступление. Собственно, зачем мы хотим использовать, вернее, как мы хотим использовать нашу веб-деку WebSocket? Да, мы хотим, чтобы клиенты сервер общались. И было постоянное соединение, оно было высокоскоростным. Все это позволяет сделать WebSocket. Но еще было бы удобно посылать по этому каналу структурированные данные. То есть, не просто какие-то текстовые данные, как мы сейчас славили в какое-то сообщение. Чтобы это были структурированные данные. Для этого мы выбрали просто некий формат структурирования данных. Это будет JSON. Сейчас у нас будет небольшая практика по поводу того, как использовать библиотеки WebSocket для того, чтобы слать структурированные данные. Ладно, главная вещь, которую мы научились в результате этой практики, это посылать структурированные данные. Как мы это будем использовать в нашей игре? У нас будет, опять же, клиент, который подключается к серверу. Он устанавливает соединение. И после этого мы начинаем слать структурированные сообщения в формате JSON. Собственно, у каждого у нас будет несколько типов сообщений. То есть, типа. Будет сообщение о том, что создан новый пользователь. Ой, создан новый игрок. Будет сообщение о том, что игрок сдвинулся. Это все сообщение, которое приходит с клиента на сервер. Будет сообщение, которое приходит с сервера на клиент. Например, сообщение, которое содержит себе все состояние игры. Будем называть это репликой. Потому что клиент же должен знать о том, что происходит в игре. Ну, как минимум отрисовывать. Для этого мы будем использовать формат JSON. До этого мы с вами рассматривали пример чатика. У нас был чатик, который написан на HTTP. Но, как мы с вами говорили, на самом деле HTTP не очень подходит для чатика. Как минимум потому, что нам приходилось постоянно делать HTTP-запросы от клиента на сервер, чтобы получать последние сообщения. Так чатики на самом деле не работают. Собственно, вот WebSocket — тот самый протокол, на котором чатики довольно логично строить. Поэтому ваше следующее большое задание будет домашнее. Тот чат, который вы разработали раньше, переделать на WebSocket. Собственно, как заготовку вы можете использовать тот пример, который у нас сегодня с вами был. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok